доброе доброе утро девчоночки мои дорогие я снова в строю я снова на тренажере сегодня окошко на балкончик у меня открыто потому что солнышко не светит самого утра у нас было плюс 18 градусов а сейчас уже плюс 21 но так как дует ветерок не видно надо было повыше рулонную штору открыть деревья немножко качаются я оставила окошко открыто чтоб немножечко меня поддувала ну что мои хорошенькие среда 6 число и мы снова с вами маршируем на нашем тренажере скрипит но пока целый поехали ребятушки начнем наше движение вперед и только вперед вот поначалу пока только начинаете еще так он себя нормально чувствует но чем больше я иду тем сильнее он у меня поскрипывает все мои хорошие поехали 25 минут вы прошли с вами продолжаем идти дальше жарко но все в порядке видео прошли мы ребята 50 минут 20 секунд у жарко как ну что мои хорошие задачу свою мы выполнили мы большие большие молодцы все хорошо сейчас я помочь немножко остыну и с вами мы поболтаем все мои сладкие побежала ну что мои девчоночки я намылась освободилась налила себе чашечку ясинтуков и пью хочу с вами поделиться своим каким-то не знаю мнением может вы что-то подскажете что я делаю может не так или ну может быть вы сталкивались с моими проблемами сейчас секунду глотно водички значит так вчера как вы все знаете но и сегодня я как бы продолжаю жарковато я вчера целый день была на разгрузке значит повторюсь за целый день я выпила чашечку зеленого чая с молоком ну и вот пила я целый день ясинтуки не знаю ребята с чем это связано или из-за того что ясинтуки соленые и организм мой удержал воду или он такой жадный вот рассудите меня за день до взвешивания за день до голодания значит 5 июля я взвесилась вес мой был сто десять двести сегодня я встала на весы и у меня сто десять ровно мой организм за сутки голодания отдал всего двести грамм в первый раз когда я была на такой разгрузки у меня организм отдал два восемьсот но я и в этот раз думала что вот вот но хотя бы килограммчик он отдаст и я буду уже меньше 110 килограмм весить ну вот как то так ну и вообще вот для новеньких моих зрителей я хочу немножко немножко предыстории рассказать девочки в том году весна-лето я еще была с заболеванием тиреотоксикоз который как вы знаете он наоборот способствует снижению веса я не бегала на тренажере я начала активно совершать прогулки и гуляла я практически каждый день и на 1 на 1 наращивала и наращивала расстояние и дошла вот где-то двадцать двадцать две двадцать три тысячи шагов вот такое у меня было интенсивное значит движение и когда у нас в том году был с димой отпуск мы поехали немножко попутешествовать по карелии съездили вот сортовальский район русские ала там в петрозаводс по ботаническому саду я все это снимала и на тот момент я была очень очень рада своему весу вес на тот момент у меня был где-то девяносто шесть девяносто семь килограмм одежду я покупала размер и excel я была прямо ну знаете довольно довольно собой довольно своими формами и что меня не раздражало как бы но может быть я и хотела быть немножко похудее но как бы все было замечательно скажем так я сама себе нравилось ну вот мне 16 июля сделали радио йод терапию но я еще до 30 сентября продолжала пить тирозол что тоже еще способствовало снижению веса и вот я значит тут я себе это шпаргалочку небольшой написала в конце января 30 января я заболела к видом и мои прогулочки завершились на целый месяц я сидела дома и значит после своего выздоровления вот у меня тут написано двадцать восьмого февраля я взвесилась и вес мой был сто два триста видео я вот этот момент ставлю на удивление почему-то у меня маленькая съемочка весов осталась сохранилась доброе доброе утро понедельника девочки сегодня у нас двадцать восьмое февраля и вот такой составляет на сегодняшний день мой вес это было двадцать восьмого февраля сто два триста ну и потом ребята как-то так вот пошло пошло поехало вес начал прибавляться я впала в какую-то депрессию эндокринолог говорит что это постковидная депрессия не знаю или постковидная или я сама вот так вот расслабилась и стала такая вот вся не такая ну и в общем я засела дома стала каждый день печь пироги конечно же что тут по квартире ну не знаю но километр может быть за день можно находить и вот так вот от кухни до дивана от кухни до дивана и потихоньку полигонку вес мой стал прибавляться прибавляться и прибавляться 26 мая мы съездили на прием к эндокринологу и когда я встала за длительный период на весы то вес мой был уже 110 килограмм после этого я наверно и еще немножечко депрессонула и 29 июня я набрала но самый свой такой пик девочки рассказываю всю правду как на духу как бы это не было бы стыдно значит я набрала еще 2 800 вот такой вот ребята ужасно огромный у меня вес на сегодняшний день и вот мой предельный вес на 29 июня составлял сто двенадцать восемьсот вот так вот но и после этого и я наверно на себя очень очень разозлилась скажем так и решила что с этим надо что-то делать и и 30 июня я значит впервые за долгое долгое время встала на тренажер и побежала это было первое мое такое решение что что-то надо делать ну и потом ночью я значит лазала на ю тубе и увидела видео доктора берга правильно да это я вчера бергера бергера берг да о голодание и первого июля было мое первое такое решительное и непоколебимое решение значит голодать голодала я ребята два дня первого и второго числа два дня я пила только воду не газированную минеральную и значит пила зеленый чай с молоком результат меня порадовал и вот наконец-то я сдвинулась с мертвой точки ушло у меня два восемьсот и вес мой составил сто десять килограмм сто десять килограмм также я дальше вот продолжила и продолжаю каждый день ходить на тренажере пока пятьдесят минут но я думаю это нормально и ну и плюс еще вот вот вчера и сегодня я пойду еще плюс дополнительно еще на улице такие знаете небольшие прогулочки сегодня я утром проснулась выпила свой гормончик ильтероксин затем вот час был перерыв я там на кухне по убиралась принципе ничего такого делать не надо было вчера у меня был по ходе такой день все дома убирала намывала сегодня выходной выпила гормончик далее час перерыв потом я себе сварила чашечку кофе кофе сварила потому ребята потому что начались какие-то вот такие вот какие-то проблемы стала кушать намного меньше и сложнее стала ходить скажем так по-русски в туалет по большому и не знала уже что делать уже и зарядку делала и живот разминала и вот три дня вообще ноль хотя говорят он после физических нагрузок там значит все само происходит и все замечательно но вот столкнулась такой проблемой и выпила утром ложечку масла растительного на голодный желудочек и кофе но слава богу кое-что получилось значит так но и вот сутки моего голодания ребята и повторюсь всего минус 200 грамм чем это связано сказать не могу но я все-таки грешу на воду и синтуки четверка все-таки очень солоновато и хотя пить после нее не хочется но вот я вчера полтора литра выпила и синтуков и наверное литра около двух наверное выпила обычной минерал очки вот то что я пью карельская жемчужина она не газированная просто как водичка вот ребятушки сегодня я решила сделать замеры замерила себя конечно расстроилась скажем ну что ж поделать да если вот у меня тут сохранились старые записи девочки 28 февраля когда у меня вес был 102 300 далее у меня было 100 грудь у меня было 112 и бедра были 130 то сейчас у меня талия 114 плюс 4 сантиметра грудь 115 это плюс 3 сантиметра и бедра 135 это пять целых сантиметров ох ну в общем есть к чему стремится не знаю почему вес не уходит если кто-то знает подскажите что надо делать чтобы немножечко себя растормошить ну вот как то так пока выпила только кофе время у нас даже не знаю сколько но 12 уже точно продолжаю пить воду ну и она чуть попозже пока вообще не хочется ребята кушать ну кашку наверное твою так что вот так девочки поделилась своими результатами пока они не очень меня вдохновляют скажем так ну ничего сама наела сама заедала вот этот вот весь свой стресс ну а что поделать она теперь надо постараться так что вперед и только вперед всех я вас обнимаю всех целую от меня вам теплое при теплое сердечко рассказала вам все секретики свои так что не судите строго пожалуйста все всем пока до встречи прекрасного вам денечка и самое главное замечательного настроения не хандрите и крепкого крепкого здоровья спасибо за просмотр!